Добрый день, уважаемые читатели сайта Деньги.юю, а теперь еще и зрители онлайн-конференции. Сегодня мы проводим онлайн-конференцию с главным экономистом одной из крупнейших инвестиционных компаний страны, компания Dragon Capital. Здравствуйте, Елена. Елена Билан работает в инвестиционной компании Dragon Capital с 2006 года, если я где-то ошибаюсь, вы меня поправляете, Елена, где занимается макроэкономическим анализом и прогнозированием, а также анализом рынка и государственных облигаций. Правильно, да? Отлично. Я к вам, наверное, с главным вопросом, которому будет посвящена вся наша онлайн-конференция. Что будет с экономикой страны? Вот как часто к вам обращаются зарубежные отечественные инвесторы с этим вопросом, и что вы им отвечаете? Ну, последние два года обращаются очень часто, потому что до кризиса экономика, понятно, что росла, никого особо риски не интересовали, но когда эти риски привели к резкому снижению ВВП и обвалу гримны, то стали вопросы, а что будет дальше, а как будет дальше развиваться, и возможно ли еще повторение такой ситуации. Сейчас, конечно, вопросов много, но и тот ответ, который обычно я даю на этот вопрос, что экономика Украины, она очень сильно зависима от внешних рынков. Это как внешние рынки товарные, то есть это основные рынки сбыта для нашей продукции, металлургии, химии, для сельского хозяйства, для машиностроения, так и сейчас рынки финансовые. Финансовые рынки, наверное, вышли на такую важную роль тоже в связи с последствиями кризиса, потому что они сейчас нестабильны, потому что инвесторы иностранные очень часто, у них меняется настроение и отношение к таким странам с развивающимися рынками, как Украина, где, понятно, не очень нестабильно, по сравнению со странами, по сравнению с США. Вот поэтому для Украины финансовые рынки важны, потому что сейчас это основной источник ресурсов для покрытия дефицита бюджета. До сегодняшнего, до этого года, до сегодняшнего дня частично дефицит бюджета покрывал Международный народный фонд, то есть он предоставлял Украине государству средства, которые можно было направлять на выплату пенсии, зарплаты и так далее. Вот, начиная с этого года, такой поддержки уже не будет, вот поэтому основной источник покрытия дефицита – это займы. Займы как внешние, так и внутренние, но все-таки основная роль здесь отводится внешним заимствованием. Погодите, я просто хочу уточнить, ведь у МВФ, в моем же еще осталось несколько траншек, которые не должны быть. Программа работает, транши остались, только эти средства будут теперь направляться только национальному банку, это не разные вещи. То есть национальный банк эти средства фактически складывает в свои международные резервы, вот, и таким образом может поддерживать, курс может использовать на поддержку валютного курса. Вот, если же средства направляются к правительству, а именно к бюджет, тогда этими средствами распоряжается уже непосредственно правительство Министерства финансов, их по своему усмотрению направляет на свои нужды, то есть там конвертирует их в гривну и, например, там, выплачивает зарплаты в бюджетной сфере, или же там делает трансфер к пенсионному фонду.